Здравствуйте! Сегодня мы будем рисовать дольку арбуза для того, чтобы потом вставить рамочку. Рисовать мы будем акварелью на акварельной бумаге. Именно бумагу нужно взять плотную акварельную, иначе ничего не получится. Сначала мы нарисуем вот такую дольку в виде треугольника с круглым низом и сбоку еще небольшой сектор. Лишние линии желательно стереть резиночкой, чтобы они не просвечивали через акварель. Фон для вот этого кусочка арбуза мы будем делать в интересной такой технике. Сначала плотным слоем наносим кисточкой, желательно взять кисточку потолще, даже потолще, чем у меня. И не разводя краску, прямо плотным ярким слоем нанести ее на весь лист, кроме того кусочка, который мы будем закрашивать. Пока краска не высохла, быстренько берем целлофановый пакет, как-нибудь его сворачиваем аккуратно и вот перемакиваем, чтобы получился след, отпечаток. Тогда получается такой необычный, ровный фон, который можно уже и оставить для дальнейшей работы. Теперь нужно обязательно подождать, чтобы высохло. заполняем белое пространство просто чистой водой. Аккуратненько, чтобы весь кусочек арбуза был влажным. Теперь начинаем наносить краску. Краска растекается, это нам и нужно. Мы заполняем красной краской верхний кусочек. Краскиная краска, мы не пройдем на разводном. Краска, мы не можем окахить красlang цветами, окулителям свистом. Продолжение следует合 меня. Теперь нужно сделать так, чтобы нижний край вот этот расплылся. Для этого кисточкой берем просто обычную чистую воду без пигмента и нижний край вот так вот размазываем и у нас расплывается. Пока он влажный и впитывается в бумагу, нам нужно аккуратно закрасить корочку. Теперь на мокрый край берем темный зеленый, вот прям темный, который у вас есть. Посмотрите внимательно, чтобы он не был изумрудным, он должен быть такой зеленый. И наносим на вот этот нижний край. Все прекрасно получается, за границу рисунка ничего не заходит. Нам останется только размыть чуть-чуть. Семечки рисуем черной краской, тонкой кисточкой. Ну, я все-таки недостаточно досушила сам арбузик, поэтому у меня, к сожалению, кисточки расплылись. И этого не должно быть. Придется мне их немножечко корректировать. Я подождала, пока все это дело подсохнуть. Ну, линьером уже теперь обвожу, оставляю небольшой блик на каждой синочке. Если вы хотите обводить блик, можно нарисовать что-нибудь белой кисточкой или краской. Продолжение следует... И в конце, коль уж взялась за линиер, нужно обвести конкур арбузика. Желательно не сплошными линиями, а точечками, такими прерывистыми. Сделать отметки. Не обязательно с каждого края. У него получился такой же законченный рисунок. Его можно в рамочку и на стену. Сделать обрадом. Сделать обрадом. Субтитры сделал DimaTorzok